Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife. Всех приветствую! Сегодня я хочу поговорить о новостях. Так биткоин может произвести революцию в мире финансов, заявил сэо BlackRock Ларри Финг. Ранее Финг был заядлым скептиком, заявляя, что криптовалюты используются для незаконной деятельности. И он радикально изменил свое мнение после того, как BlackRock подали заявку на регистрацию биржевого продукта. А как вы знаете, они уже по уши в крипте через принадлежащие им компании. Также он говорит, мы верим, что токенизация реальных активов, включая биткоин, может произвести революцию финансов. Вместо того, чтобы инвестировать золото с целью хеджирования от инфляции, а применительных проблем или девальвации, используйте биткоин. Давайте проясним, это международный актив, и он не привязан ни к какой валюте, что делает его прекрасной альтернативой. Токенизация, по его мнению, станет следующим трендом. Также Сэо Бинанс Чампин Джао прокомментировал действие BlackRock, отметив, что отрасль пойдет на пользу участия крупных игроков. Чем больше, тем лучше, считает он. Также еще одна новость. Тон Фоундейшн сообщила об интеграции функции зашифрованных сообщений через децентрализованный блокчейн в случае апокалипсиса. Так, новая функция использует сквозное шифрование, благодаря чему только отправитель и получатель смогут просматривать сообщения. Этот шаг направлен на повышение конфиденциальности пользователей. Плата за доставку зашифрованных сообщений через тонн состоит около 0,006 тонн коин за одну транзакцию. И разработчики надеются, что благодаря низкой стоимости эта услуга станет доступной для всей растущей базы пользователей. Шифрование сообщений будет доступно в следующих обновлениях для мобильных кошельков Тонн и кошелька Тонн Кипер. И даже в случае апокалипсиса и выхода из строя серверов обычных мессенджеров, у вас будет возможность заправлять сообщения через децентрализованный блокчейн Тонн. И эти сообщения будут надежно доставлены и зашифрованы. Также еще одна новость. Виздом 3 запускает инновационное приложение на блокчейне Стеллар. Так можно будет инвестировать в несколько классов активов, включая акции, золото и биткоин. А блокчейн Стеллар будет обеспечить быстрое подтверждение транзакций многих вариантов инвестиций для нового приложения. И платформа будет стремиться предоставить потребителям безопасный, прозрачный и простой в использовании способ тратить и сохранять и инвестировать свои деньги. И еще одна новость. Компания Ripple проведет первый саммит по политике в Таиланде для дальнейшего укрепления своего присутствия на рынке Юго-Восточной Азии. На саммите собираются ключевые игроки отрасли, регуляторы и политики, чтобы обсудить изменения сферы регулирования блокчейна и цифровых активов во всем мире, а также то, что необходимо для стимулирования роста инноваций в этом секторе в Таиланде. И примечательно, что этот саммит является частью обширных усилий, предпринимаемых компанией Ripple для укрепления своих позиций и повышения узнаваемости на мировом рынке. Ripple также хочет провести свое важное мероприятие Ripple Sell в Дубае в ноябре этого года. И стоит упомянуть, что Ripple недавно получила принципиальную лицензию от денежно-кредитного управления Сингапура в рамках своей глобальной цели расширения. Компания еще сообщила о планах расширения в Европе, поскольку регулирование MICAA направлено на то, чтобы внести ясность в регулирование всего крипторынка. Спасибо за внимание, я надеюсь вам нравятся мои видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой Телеграм-канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok